В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Московской областной думы Владимир Жук с рабочим визитом посетил Ленинское отделение Центра социального обслуживания. Скоро, мне кажется, он такой заслуженный, одна из визитных карточек Ленинского городского округа. В ЗАГСе поздравили юбиляров семейной жизни. Я хочу пожелать вам, хочу пожелать всем нам, всем людям этой земли мира, счастья, любви. Во Владимире подвели итоги 10-го открытого фестиваля любительского короткометражного фильма «Киностарт». Были картины, в которых уже есть элементы искусства, творчества, которые уже включают зрителя. Депутат Московской областной думы Владимир Жук с рабочим визитом посетил Ленинское отделение Центра социального обслуживания «Домодедовский», который до недавнего времени носил название «Вера». О цели визита узнал Максим Козлов. Мы пришли к вам в гости рассмотреть. Отлично, мы готовы показать. Депутаты Московской областной думы связывают с Ленинским отделением Центра «Домодедовский» давние дружеские отношения. Несколько месяцев назад Владимир Жук подарил комплект концертных костюмов для местного хорового коллектива. Обновка наверняка положительно повлияла на настроение певцов. Без музыки что-то в тишине, но это довольно-таки сложно, это как песня акапелла. Но когда добавишь звука, звучание какого-то, да, становится все ярче и приятнее там лицезреть. И, конечно же, красивые костюмы дают вот эту визуальную картинку, дают вдохновение тем людям, которые поют. Недавно хор вернулся из Воскресенска, где занял первое место среди песенных коллективов Московской области. Впрочем, давно известно, что в Ленинском отделении Центра социального обслуживания «Домодедовский» немало талантливых людей и занимать призовые места на различных конкурсах для них не в новинку. Когда мы вышли, вот шли по коридору, где все там стояли, они говорят, сразу видно, что видное идет, видное, говорит. После обстоятельной беседы для гостя устроили небольшой концерт, в ходе которого хор исполнил как песни советских авторов, так и русские народные. Как выяснилось позже, к разнообразному репертуару скоро прибавится и разнообразие сценических образов. Кор, мне кажется, он такой заслуженный, одна из визитных карточек Ленинского городского округа. И выглядит он всегда отлично. Они все, бабушки наши и дедушки, они в таком оптимистичном настроении приходят сюда не просто песни петь, а пообщаться. Вот это самое главное. Они попросили еще другого плана костюма. Мы тоже этот вопрос взяли на заметку и думаю, что тоже сможем помочь. После общения с хоровым коллективом Владимиру Жуку показали новые помещения и оборудования, которые появились в Центре социального обслуживания со дня его последнего визита. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Ленинском управлении ЗАГС поздравили юбиляров семейной жизни. Шесть пар, отметившие золотую и изумрудную свадьбы, снова, как и много лет назад, зашли в зал торжеств под марш Мендельсона, обменялись клятвами верности и скрепили свой союз подписями в юбилейной памятной книге. Честовать юбиляров семейной жизни, проживших вместе 50, 55 и 60 лет, давно стало доброй традицией в Ленинском городском округе. Пары, как и много лет назад, заходят в зал торжеств под звуком марша Мендельсона. Красивые, нарядные и счастливые. Чтобы поставить свои подписи в юбилейной памятной книге и обменяться клятвами в любви и верности. Верность и преданность семье, это потом нужно говорить о человеке, что он не предаст не только близких людей, он Родину не предаст. Это верность и преданность Отечеству. Спасибо вам огромное за ваш пример, за вот эту красивую любовь, за то, что вы сегодня с нами на этом празднике. Я хочу пожелать вам, хочу пожелать всем нам, всем людям на этой земле, мира, счастья, любви друг к другу. И я хочу, чтобы на лицах, в сердцах каждого человека было счастье и чувство спокойствия за своих детей, за своих внуков. За их плечами не один десяток лет, прожитых вместе, вопреки всем трудностям и невзгодам. У каждой из этих пар своя особенная история любви и свой жизненный путь. Их объединяет одно – они нашли для себя секрет семейного счастья. Уважать друг друга надо, уважать и прислушиваться. А вы как считаете? Я считаю так же. Вячеслав и Лидия Савельевы – коренные видновчане вместе с 1956 года, с самого первого класса. Он всю жизнь трудился программистом на московском коксогазовом заводе. Она работала в Министерстве легкой промышленности. Супруги также поделились своим секретом семейного счастья. Уважать его действия, поступки, думать, как он, но немножко иначе, поскольку он голова, а я шея. Терпение. Теплые слова поздравлений сменялись музыкальными номерами. Праздник получился очень светлым и жизнеутверждающим. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Марш-бросок более двух километров, разборка-сборка автомата, перетягивание каната. С этими и многими другими эстафетами успешно справились участники военно-спортивной игры «Отчизны. Верные сыны». Всего более ста ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Детали у Екатерины Коваленко. Давай, 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 еще, 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 еще. Тринадцать команд, более ста человек, в числе которых школьники, юнормейцы, воспитанники патриотических клубов Ленинского округа. Все они стали участниками военно-спортивной игры «Отчизны. Верные сыны», которая проводится в муниципалитете с 2004 года. В этот раз эстафета посвящена Дню Героев Отечества. В основном, конечно, наши соревнования, они именно рассчитаны на нулевую подготовку. То есть, чтобы ребята не просто пришли сюда посоревноваться, но и научиться чему-то. То есть, это главная задача наша. Но, судя по командам, некоторые команды приезжают уже не с нулевой подготовкой, а с очень хорошей подготовкой. Поэтому, да, уровень растет на самом деле. Необходимо было выполнить почти десяток различных дисциплин. Разборка-сборка автомата, перетягивание каната, марш-бросок более двух километров, бои гладиаторов, а также один из самых эмоциональных этапов – перенос раненых. Больной как вас донесли? С комфортом. Было прекрасно. Ставлю пять звезд. Я думаю, ребята справились на ура. Я бы поставил все возможные баллы и дал бы первое место ребятам. Команда «Родине верны» из колледжа Московия заняла первое место в сборке-разборке автомата и третьей – в перетягивании каната. Победить, по словам ребят, помогли командный дух, сила воли и отличная физическая подготовка. А как готовились? Каждый день готовились. Каждый день упорные тренировки до седьмого пота. А еще ребят очень вдохновила форма, в которой они выступали точь-в-точь, как у их дедов и прадедов. Нынешние игры также посвящены контрнаступлению советских войск под Москвой, которое произошло в декабре 1941 года. Нам вшили ее специально, эту форму. Ну, это форма рядового солдата времен Великой Отечественной войны. Гимнастерка и галифе под сапоги. Наравне с мальчиками сражаются и девочки. Поблажек нет никаких, признается Анастасия Фоломина из команды Видновской 10-й школы. Девушка принимает участие в этих играх уже четвертый год подряд. Тяжеловато, но все равно, когда ты горишь этим делом, это всегда приятно и хочется рваться к победе. По итогам игры «Отчизны. Верные сыны-2022. Лучшие из лучших» получили кубки и памятные награды. Екатерина Коваренко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Во Владимире подвели итоги 10-го открытого фестиваля любительского короткометражного фильма «Киностарт». В этом году в конкурсе приняли участие режиссеры из 19 регионов России. Всего было прислано на суд жюри 95 работ. Фильм «Живая лаза России. Вареж» телеканала Видное ТВ получил высшую оценку жюри и стал победителем в номинации «Короткометражный документальный фильм». Семейное путешествие в Нижегородскую область превратилось в увлекательные съемки фильма о жизни людей в российской глубинке. Интересные истории, рассказанные жителями села Вареж, были сняты на мобильные телефоны. Вот представьте песочницы, да? Песка много и, в принципе, каждая песчинка, кажется, ничего не стоит. Можно так сказать, наверное, про любую деревню, про любой город, но это не так, потому что как раз из таких песчинок, городов, деревень, людей, которые в них живут. И состоит наша Россия. Большинство участников фестиваля – любители, но, по мнению жюри, уровень растет, чему способствуют мастер-классы опытных в кинопроизводстве людей, а также самообразование. «Были картины, в которых уже есть элементы искусства, творчества, которые уже включают зрителя, интересные, то есть ты попадаешь в какой-то новый мир, в новую обстановку, какие-то герои, какие-то события. И есть ли вот то неуловимое, что называется искусство?» На подведение итога фестиваля, к сожалению, многие не смогли приехать, поэтому смотрели церемонию в прямом эфире. Организаторы учреждения «Киноцентр» при поддержке Министерства культуры Владимирской области готов и в будущем продолжать проведение фестиваля. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!